Представьте себе, представьте себе, совсем как огуречек, представьте себе, представьте себе, селёненький он был. Эх, всё не как техасские мальчики, дослужившиеся до генералов, не могут жить мирно. Всё их тянет повоевать, да подемократировать такие страны, которые не обладают достаточным вооружением, чтобы дать отпор. И вот осознав, что американская демократия слишком медленно распространяется по миру, Пентагон решил ускорить это дело посредством программы «Суперсолдат». Поэтому один генерал, получив кругленькую сумму из бюджета и занюхавшись канистрой ПВА, находит в первой попавшейся психушке учёного Брюса Бэннера и ставит ему задачу создать такую живительную водичку, которая за полминуты превратит любого дрищеватого чмошника в сверхбыструю машину для убийств. И через какое-то время он её создаёт. И нет бы взять бабки у военных и улететь отдыхать в Геленджик, Брюс решает улучшить свойства уже готовой сыворотки с помощью гамма-излучения. Как обычно, пропустив перед этим через свой шнобель ни одну дорожку белого порошка, ибо вместо того, чтобы сначала испытать необкатанную технологию на животных для выявления всех побочек, собственноручно ложится под облучение. В результате в тело Бэннера подселяется неуравновешенный зелёный бугай, который, наворотив таких дел в родной Америке, заставляет теперь Брюса скрываться там, где Солярч с командой, чтобы до конца дней больше не работать, подвязался на одну халтуру. И когда Брюсу даже нельзя смотреть на женскую грудь, ведь от возбуждения Маха может проснуться Халк, он как нарочно подселился в таком бразильском районе, где даже за неосторожный взгляд могут закопать за ближайшим деревом. Ещё и работать устроился на завод по разливу лимонада, когда он крутой учёный, неужели не догадался устроиться в наркокартель, как Уолтер Уайт, и варить синие мармеладки, чтобы заработать больше баблинских, и построить себе нормальную лабораторию, быстрее вылечиться от халкоголизма, и снова стать ветераном эротического фронта. А у него вместо лаборатории, какой-то самопал из ржавого велосипеда и патифона. Хотя Брюс может просто плохой учёный, раз отправляет образцы своей крови в посылки по почке, другому учёному, который помогает ему вылечиться от халкозависимости. И видимо Брюс не в курсе, что без холодильника на жаре кровь мигом испортится, а посылка может доставляться не один месяц. И как Брюс вообще начал работать с другим учёным? Неужели просто написал «Эй, здорово, я тут в зелёную хрень превращаюсь, помоги вылечиться», а тот ему «Как два пальца об асфальт». И так как в жизни Брюса единственным развлечением являются сеансы медитации с потным мужиком, который ему ещё на регулярной основе производит массаж физиономии, Вселенная решает дать учёному шанс нормально оторваться, и как-то режет ему палец, и сбрасывает несколько капель крови в бутылку с лимонадом, и отправляет её в Штаты. Энергетический напиток с гуараной взбодрил одного мужчину больше, чем ожидалось. Возможно, гамма воздействия. Как-то притянуто, не? Ещё как! Даже если напиток придал деду бодрости, как эта информация дошла до генерала? Дед что, стал на каждом углу рассказывать, что у него теперь стоит? Неужели не могли разыграть так, что после напитка дед, окрылённый силой Халка, принялся т***ть всё, что движется? И среди отторобаненных оказался один из военных Пентагона, о чём и узнал генерал Рос. Вышел на деда и отследил, откуда пришёл лимонад. Проще простого. Да это так же просто, как моя подготовка к обзорам. Ведь первый ознакомительный просмотр с фильмом я осуществляю в этих наушниках. Тюменских беспроводных CGPods. Звучат отлично. Автономность 20 часов. Ровно столько же, сколько у Apple AirPods. Только CGPods в 4 раза дешевле. И в чём-то даже круче. Например, у них есть влагозащита, которой нету яблок. CGPods можно мыть под краном, брать с собой в бассейн или душ. Кейс CGPods 5.0 сделан ровно из такого же профессионального алюминия, из которого делают Боинги. Выдерживает нагрузку в 220 кг. А у CGPods Lite самый маленький в мире кейс. Приятный на ощупь и щёлкает вот так. Настоящий кейс антистресс. Да, не зря создателя CGPods называют тюменским Илоном Маском. А стоит CGPods всего 3,5 тысячи рублей. Это честная прямая цена производителя, без накруток посредников. В прошлом году CGPods порвали все топ рейтингов продаж в России. Сейчас наушники так популярны, что их подделывают наравне с яблочками. Внешне подделки очень похожи на оригиналы CGPods. Но внутри наушники совершенно разные. Не наткнитесь на подделки. В описании ссылка на официальный сайт CGPods. И мой личный код на скидку в 200 рублей. И вот узнав о супердеде, его берет на опыты генерал Росс, чтобы понять, как ему достичь такой же мужской силы. Но обнаруживает в крови дедушки гены Халка. Отправляйте группу. Чтобы поймать Брюса и вывезти из него средства для потенции. В оперативную группу входит несколько матросов без имени. Что сразу говорит о том, что обратно они вернутся в закрытых гробах. Не свезло. И вожак стаи, легко слетающий с катушек, паренек Шибзя с русскими корнями и Блонский. Родился в России. Вырос в Англии. Пришел к нам из королевской морской пехоты. И уже вечером группа в Бразилии. Ибо любое государство с удовольствием позволит армии США проводить неофициальные военные операции на своей территории. Еще и с участием наемников из Великобритании. И когда спецы не в курсе, в какой хате зависает Беннер, то идут в наглую посреди двора с пушками. Они под видом местных алкашей. Еще и периметр не зачистили от собак. А то прямо не знают, как эти верные друзья главных героев любят обламывать неожиданные облавы. И Брюс стекает по веревке им. А дальше по улице. Потому что при поимке важной цели, только дебил будет ставить окружение вокруг дома. Хотя и блокировка всего дома не помогла бы. Ведь когда солдаты взяли против Брюса снотворное, никто даже не пытается стрелять по нему, когда заметили. А далее тренированные наемники, которые за минуту должны добегать от Красной площади до Саратова, никак не могут настичь ученого задохлика, когда тот еще и останавливается, чтобы выровнять пульс. И каким вообще нужно быть мегамозгом, чтобы заставлять Брюса бегать и волноваться. Отчего может появиться Халк и сделать всем охрененный Бобо. Что мешало Россу подключить беспилотник, чтобы незаметно следить за Брюсом и повязать его, когда он устроится на ночлег. Но самое смешное то, что он сам выдавал приказ не светиться. Не вступать в контакт, увидит их, мигом уйдет. Парень, ты забыл? Озабоченный наемниками, Брюс по невнимательности врезается в местных пацанов, которые за такое неуважение предлагают американцу рассчитаться своими зубами. А Брюс нет бы рвануть в джунгли, где его хрен найдут, валит на свой завод, где еще и бегает кругами, пока не попадает в лапы мучачево. И так как у Брюса не было сегодня в планах пускать свою задницу по кругу для урегулирования конфликта с местными, он подтягивает старшего брата. И когда первый смельчак решает пристроиться к Брюсу, Халк награждает его непередаваемым чувством переломом всех конечностей. А Росс, вынюхав первый пакетик клеем, начинает отдавать спецназу бессмысленные приказы. То прикажет дротиками по Халку мочить, то следом боевыми патронами шмалять, вместо того, чтобы увести группу и следить за зеленым, пока он не превратится в человека. Ибо кто-кто, а Росс первым должен знать, что Халку все эти телодвижения даже спину не почешат. И благодаря настолько эффективному командованию Росса, Халк экономит кучу бюджетных средств, предназначенных за работу наемником. Само собой, кроме Иблонского. Ибо Халк не рискнул связываться с русским и свалил. А Росс психует, что очередную ночь проведет без девушки. Потому что не в курсе, что может отслеживать перемещение Халка с военного спутника. Ну а узкомыслящий Иблонский, только получив от Росса слова, что зеленого бугая зовут Халк, сразу же соглашается работать дальше. Если обложите его снова, позовите меня. Без каких-либо вопросов, можно ли его убить или ранить, почему его не берут пули, как и при каких обстоятельствах появляется Халк. На все похрен, лишь бы солдатику дали пострелять. Ваши профессионалы смогут только одно обделаться. Мой принцип сначала стрелять, а потом уж задавать вопросы. Не люблю нежданных гостей. Решено. И чтобы уравнять шансы против Халка, Иблонского прокачивают рабочей сывороткой. Мы дадим вам самую малую дозу. Легко, кажется? Ну да. И это показывает, что Росс не генерал армии США, а генерал 47-го полка хромосомных войск. Ибо когда у него в наличии готовый энергетик суперсолдата, он ее не использует, когда создал только ради этого. Но что делает его полным имбецилом, так это желание поймать Брюса и вывести из него ген Халка, чтобы создать целую армию Халкоподобных верзил. Когда он первым должен знать, что человек под Халкоголизмом превращается в дикаря и не подчиняется приказам. Утром Бэннер очухивается в джунглях, и добравшись до ближайшего населенного пункта, устраивается попрошайкой, чтобы накопить деньжат на довольно недешевую турфирму и башмонтаж. И когда монет достаточно, фирма телепортирует его в Нью-Йорк, где Бэннер, малость пошароебившись, встречает бывшую подругу, которая еще не забыла его смазливая личика, и обтеревшись об него своим мокрым фасадом, везет домой, где так удачно отдает ему флешку с исследованиями, будто точно знала, что они ему скоро понадобятся. После чего Брюс включает режим валенка, ведь, встретив свою любовь, ложится с ней в разных комнатах, потому что Чпокин поднимет пульс и явится зеленый, хотя когда есть пальцы и язык, ты все равно еще мужик. Реально помогает. Параллельно с этим, генерал Росс вынюхивает второй пакет ПВА, потому как узнав, что Брюс встретился с его дочкой, приготовил самый идиотский план по его захвату. Вместо того, чтобы выставить снайпер возле ее дома, чтобы они усыпили Брюса сразу, как только он выйдет, дотянул до того, пока Брюс ее проводит на работу, и вызвал целую армию, когда после первого раза должен был понять, что Брюса нужно схватить внезапно и незаметно, да и насколько это нужно быть контуженным, чтобы прикатить к университету такое количество военной техники и солдат, чтобы когда началась мини-война, шальные пули начали бы косить студентов. А вот и третий пакетик клея пошел. Зажав Брюса в переходе, Росс приказывает закидать его малоэффективным газом, вместо того, чтобы дать воякам транквилизаторы. И Брюс уже сейчас бы был без сознания. Но нет, генерал клея снова оснастил всех подчиненных бесполезными автоматами. Ну а то, что пулеметчики только сейчас объявляются, говорит о том, что Росс даже не смог скоординировать одновременное прибытие всех подразделений. И у пехоты по одному бесполезному карабину, когда они все тут должны быть вооружены, минимум как Джон Мэтрикс. И благодаря уникальным командирским качествам генерала, еще одна группа солдатиков получает в личное пользование партию цинковых гробов. И когда было сразу ясно, что все солдаты пойдут на фарш, клеевый генерал только сейчас достает туза из рукава. Блонский, твой выход. И зная, что Халку до фонаря любое оружие, в том числе и гранаты, Иблонский идет в атаку именно с гранатометом. После чего русско-британский наемник не на шутку начинает ехать кукухой. Решив подключить к делу, мало того, что пистолетик, так еще и напоследок решает попаркурить перед зеленым. Надеясь, что тот оценит такие сальтухи, и не станет превращать его в отбивную. И даже когда Иблонский чуть не лишился причиндалов, все равно продолжает быковать на Халка. Еще и необъяснимо застыл на месте. На что рассчитывал этот бесстрашный долбоеб, так и непонятно. Забавно, но бессмысленно. Так только придурки делают. И когда генеральская Альфа стала единым с деревом, старый хрыч наконец-то врубает нормальное оружие, которое должен был подтянуть с самого начала. Но опять из-за того, что пенсионер не догадался атаковать Халка из всего оружия, пока он был обездвижен, зеленый находит выход из ситуации, и отправляет еще одну партию военных в городские морги. Но о том, что Росс не заметил, как его дочка выперлась к Халку, даже говорить нет смысла. Еще и додумался вызвать к университету боевой вертолет, и все так же с бесполезными пулеметами. Еще и забыл, что зеленый олимпийский чемпион по метанию любого тяжелого мусора. И видимо в нужный момент, еще и в состоянии генерировать невидимое защитное поле. Иначе нет объяснения, как Бетти, попав в самый эпицентр взрыва, отделалась лишь потерей сознания, а не стопроцентными ожогами тела. А Халк видит, что любимая в отключке, и может у нее отравление угарным газом, и надо бы передать ее воякам, чтобы те вызвали скорую, забирает ее с собой в уютную пещеру. А Росс снова теряет их. Ведь устроить в университете бойню у него мозгов хватило. А вот подключить к операции беспилотник для отслежки Халка нет. Дождавшись, пока Брюс остынет до человека, Бетти заселяется с ним в мотеле, где пару раз погладив небритую головку Брюса, девушка недвусмысленно намекает. Эй, я хочу потрапляться. Но так как в Брюсе сидит 15-летний подросток, который словно впервые прикасается к женщине, его пульс поднимается до небес, и он бреет уже на всю готовую девочку. А Бетти начинает задумываться, что ей срочно нужно менять мужика, раз этот даже пальчиками работать не умеет. И пока парочка в режиме сценарной маскировки добирается к ученому по переписке, клеевый генерал, выпив последнюю канистру военной соляры, рожает идею, вколоть Еблонскому еще одну дозу. Да, уравняем наши шансы. Ну во-первых, в этом нет смысла, ибо Халк все равно мощнее, а во-вторых, есть огромная вероятность, что Еблонский сам начнет превращаться в мутанта, что собственно и происходит. И бись потом еще этого успокаивай, когда он уже и так показал генералу, что он клал на все приказы, и в любой момент может выйти из-под контроля. Блонский, возвращайся, живо. Отходи! Думай, а потом действуй. А Брюсу сильно повезло, что док попался с мозгами, ибо когда он отправил ему свои данные несколько часов назад, этот уже замутил все необходимое, чтобы сделать из Брюса нормального Казанову, собрал лабораторию с нужными приборами, и даже сделал антидот с верной дозировкой ферментов, которую точно рассчитал под неизвестную массу тела Халка. Гемодиализатор введет антидот в вашу кровь, но это надо сделать только после вашей полной трансформации. Крутой мужик, только откуда он знает, что антидот нужно водить именно после трансформации, а не до нее? Ведь он не знает состав крови Халка, его метаболизм и прочее. Да и это что нужно курить, чтобы додуматься вызывать Халка в маленькой лаборатории, чтобы он тут все разгромил? И как можно не подумать, что после превращения, каменную кожу Халка, ни одна игла не возьмет? Но все проходит как надо, и Брюс превращается в человека. Привет. Надо заняться сексом. И пока он радуется, что может снова крутить Бетти на своем токарном станке, к зданию, с каким только можно грохотом, подкатывают военным, чтобы Брюс снова их услышал и сбежал. Но на этот раз Россу везет, что у Дока в лаборатории хорошая шумоизоляция, а генерал первый раз ведет себя разумно, и перед штурмом приказывает снайперам усыпить Брюса, чему не очень обрадовался и Блонский. Покажи мне! Походу он на пару с Россом солярку распивал, раз снова хочет сразиться с Халком, чтобы его второй раз превратили в дробленный мешок с костями. И когда Брюс обезврежен, и уже ничто не угрожает городу, новые проблемы снова создает Росс. Ибо после того, как Блонский подарил его дочери сотрясение и пытался вызвать на свободу Халка, генерал не приказал на всякий пожарный усыпить спятившего подчиненного. В итоге Блонский возвращается в лабораторию и без предоплаты просит провести модификацию всего тела. Я хочу то, что ты взял из Бэннера. Посмотри, какой наглый ублюдок. Ну про него говорить нечего. С Россом нагулялся, долбобизма вмиг набрался. А вот чем думал Док, когда согласился превратить чокнутого хрена в неуправляемого мутанта-психопата. После чего, если его сразу не порвет сам Блонский, то вояки упекут в тюрьму на пожизненное. Ведь мог тупо влить в него литр снотворного и сдать военным. Делов-то. И пока Росс снова хвастается единственной клеткой мозга, раздодумался посадить Брюса в свой самолет, когда он может запросто превратиться в Халка, обновленный Блонский начинает наводить шорох в городе, узнав, что США снова готовится ввести санкции против его родины. И так как мозги Росса сейчас думают, где бы найти стаканчик другой бензина, Брюс предлагает свои услуги. Доставьте меня туда. А если не сможешь? И спуститься на землю он решает самым коротким способом. Только не подумал, что после укола антидота вместо превращения в Халка он превратится в фарш. Мог же попросить Бетти поднять ему пульс через внутри горловое упражнение, чтобы точно убедиться, остался ли в нем Халк или нет. Дело в то. Но к удаче Брюса антидот оказался фуфлом, и зеленый выходит на ринг. И мужики, встретившись взглядом, проверяют, кто из них лучше мутит удар Супермена, где победа остается за Иблонским. Зато надев боксерские перчатки размера 10XL, Бэннер уфигачивает Иблонского в чистом боксе, после чего разборка перерастает в баскетбол, и Иблонский делает Халком трехочковый. А Рос, решив вспомнить молодость, тоже решает посоревноваться, правда в отсутствии мозга. Не жалей меня, сынок! Да-да, не жалей, чтобы в здании больше гражданских погибло, так меньше свидетелей будет, кто потом против генерала будет показания давать. И прямо уважу Хайблонскому, что решил сбить вертолет с этим идиотом. Но очень не вовремя появляется Бэннер, и отменяет смертельный приговор, так как на борту его девочка. И после мягкой посадки, вертушка превращается в братскую могилу, откуда выкарабкиваются только Бетти ее сумасшедший ботек, ведь отец дурак, а она его дочь. Но дуракам везет. Бройлерные пацаны продолжают махать, и один другого насаживает на двадцать первую кость. Ведь когда Халка не берут гранаты и пули минигана, и Блонский должен был с такой силой вдавливать кость, что у него от натуги быстрее бы кефир из задницы потек. И кто бы знал, что спасение Бэннера сокрыто в шизофрении семьи Росса, когда из бака течет топливо прямо на огонь, что не сулит ничего хорошего, дочурка генерала даже не думает бежать. И Брюс находит в себе силы, чтобы спасти свою суженую контуженную приемом опытного шашлычника. Правда, когда пламя все равно покрыло весь вертолет, Бетти с батей одними удивленными лицами нифига бы не отделались. И пока Брюс подвис в раздумьях, какой он молодец, и Блонский находит неплохое оружие, и как крыса атакует со спины. И нет бы добить Халка, решает, что смерть Росса и Бетти сейчас важнее, что и дает Бэннеру время подкопить силы и провести суперудар, отчего Иблонский выпускает из рук цепь, когда должен был держать ее так же крепко, как алкаш в последнюю бутылку. Но Бэннер не упускает такую возможность и проводит удушающий, во время которого Иблонский лишь лениво отбивается, даже не пытаясь порвать цепь, которая для его массы должна быть как солома. И когда Бэннер почти отправил Иблонского в могилу, в разборку мужиков вмешивается баба. Стой! Потому как увидев, что агрегат русского куда перспективнее Брюсовского, решает забрать его себе. Благо батя-генерал без проблем разрешит. А Брюс, смирившись с тем, что битву за корону он выиграл, а за женский бублик проиграл, сваливает в лес отшельником. И Рос снова его упускает, потому что никто ему так и не подсказал, что в армии США давно существуют беспилотники. И благодаря фирме ебаш-монтаж не представляется возможным узнать, что стало с Иблонским, которого Бэннер оставил в сознании. И когда тот со своей бешеной регенерацией мог немного отлежаться и снова начать беспределить в городе. И как так, что генерал Рос спокойно просиживает печень в баре и общается с миллиардером, когда после всех дел, что он натворил, его минимум должны были отправить на урановые рудники в Бурятию. Все не так просто. У меня там вот такие связи. Хе-хе-хе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова